И снова здравствуйте! Здравствуйте, дорогие товарищи! Как я рад, что вы здесь! Я действительно рад, потому что, если вы здесь, значит, вы интересуетесь музыкой и откроете для себя что-нибудь новое, наверное. А может быть, просто вспомните уже давно известное. Я вас благодарю за то, что пишите комментарии, за то, что материально поддержите канал. Вообще, просто благодарю за то, что вы любите музыку так же, как я, наверное, надеюсь, что. Ну, а я возвращаюсь сегодня к джазу, который люблю не с детства и не с юности, а со зрелости. Ну, на самом деле, сомнения в том, что рок-музыка – это единственное возможное и достойное для слушания дело, вид искусства, музыкальный жанр. Заронил в меня мой одноклассник, который учился в музыкальном училище, уже как-то раз зашел ко мне, в музыкальной школе, точнее, зашел ко мне домой. Я ему поставил музыку группы «Дипепл», которую обожал, когда учился в школе. Он послушал, говорит, ну что это? Ну да, параллельные квинты – это все, да, это все как бы понятно, и вся ваша рок-музыка. И ушел. И я так, ну хорошо, ничего не понимаешь, Миша. Ну, какое-то зерно, какой-то червячок во мне завелся. Ну, я не об этом. Я очень люблю рок-музыку, слушаю ее много-много десятков лет и буду продолжать слушать еще долго, я надеюсь. Но, вместе с тем, есть и другая музыка, не менее интересная, может быть, и более интересная даже. Например, джаз. Да? Вот, я уже что-то там показывал из джазовых пластинок. Сейчас хочу показать пластинку, которая называется «My name is Albert Eiler». Это первый альбом Альберта Эйлера, который был записан в Копенгагене в 1960, если мне память изменяет, конечно, в 1963 году, 14 января, за один день. Как нормальные джазмены записывают альбомы? Ну, а как иначе можно? Собрались в студии и сыграли этот джаз. Это вам не… не там вот это вот 28 наложений, и потом полтора года редактуры. Хотя Майлз Дэвис… Нет, он не делал наложений. Да, он просто редактировал некоторые свои альбомы очень серьезно, очень плотно, из кусочков собирал произведения. Например, «Beaches Brew», который собран весь из… больше чем из 30, по-моему, кусков склеен. Получились вот эти замечательные полотна, которые на концертах не исполнялись в силу того, что были смонтированы в студии. Но, тем не менее, пластинка стала эпохальной. У Эйлера другая совершенно история. Все сыграно вживую, все сыграно за один день. Ну, кстати говоря, Майлз Дэвис за один день записывал и по четыре альбома. Даже я про это рассказывал, как-то еще расскажу. Записано в Копенгагене со шведскими музыкантами Нилс Бронстед, Нилс Хеннинг Орстед Петерсон, Ронни Гардинер. Я, к сожалению, к стыду своему не знаю о творчестве этих музыкантов, потому что я не знаю всех джазовых артистов. Это невозможно. Вот этих господ я не знаю, но я к этому и вернусь, потому что вот эта коллаборация Эйлера со шведскими музыкантами очень интересная здесь. Как раз здесь есть определенная фишка в этом. Ну, кто такой Альберт Эйлер? Те, кто любит джаз, конечно, знают. Кто это такой? Те, кто не любит джаз, им знать не обязательно, наверное. Ну, в любом случае, это одна из ключевых фигур джаза с приставкой «фри». Хотя вот это вот определение «фри джаз», оно сразу отпугивает многих очень. И напрасно, потому что в направлении «фри джаз» очень много хорошей музыки. Очень много хорошей музыки. И пластинки, которые выходят и выходили с записями фри джаза, они все интересны. Потому что музыкантов, играющих как бы фри джаз, их невероятное количество. И огромная часть этого невероятного количества просто играть не умеет, играют халтуру. Какую-то чушь, ахинею просто полную. И по этому поводу Майлз Дэвис говорил, что я не люблю фри джаз. Он, кстати, никогда не играл фри джаз, Майлз Дэвис. Говорит, я не люблю фри джаз, потому что там огромное количество шарлатанов. Но люди, которые занимаются звукозаписью и выпуском пластинок, они, в общем, не лохи и не идиоты. По крайней мере, были раньше. Про то, что сейчас я ничего не скажу. А раньше люди достаточно в музыке образованные и понимающие были. И они вот эту шелуху все отсеивали и выпускали только настоящую музыку. А Альберт Эйлер, он никакой не шарлатан, потому что музыкой он занимался с 7 лет. Отец его был саксофонистом, научил его играть на саксофоне. Они вместе играли в церкви. Потом Эйлер играл уже по клубам с разными командами и играл джазовые стандарты. Играл бибоб. И его называли даже маленькой птичкой. Литл Бёрд. То есть маленьким Чарли Паркером, если вы помните. Ну, все наши любители джаза знают. А не любители джаза пусть узнают, что Чарли Паркера называли птицей, да, Бёрд. А Эйлер называли маленькой птичкой, потому что такой же крутой, как Чарли Паркер. Вот только маленький. Он учился в консерватории. Все у него с образованием в порядке. Пошел в армию и играл в армейском оркестре. Играл стандарты, марши, все как надо. Все путем было, парни. Играл хорошо. Но когда заканчивались вот эти вот занятия с оркестром, он играл один, садился где-нибудь на приступничке, играл один на саксофоне. И все разбегались в разные стороны, потому что всем казалось, что это какая-то полная ахинея, полные ужасные звуки невероятные, чудовищные. И слушать это невозможно. Но не били его, держали за своего, потому что в оркестре он играл очень хорошо. После армии он работал, или до армии, я не помню. А, нет, до армии он еще работал с Литл Уолтером. Блюзманом, блюзманом, блюзманом. Два сезона, по-моему, каникулы у него были. Он там откатал эти каникулы, играя в блюзы. И блюз с ним остался навсегда при этом. А после армии он какое-то время побыл в Америке, насколько я помню, насколько я читал. А потом переехал в Европу, переехал в Копенгаген, где стал работать звукорежиссером. Он там работал на радио и играл по местным клубам. Первое его выступление в клубе в Копенгагене было замечательным. Он пришел, начал играть, его выгнали сразу из клуба. И он пошел в метро, как он говорил сам, тоже я вычислил где-то. И в метро несколько часов играл, собралась куча детей, и детям очень нравилась его игра. И он для детей несколько часов играл и плакал саксофоном. Вообще вся его игра, по крайней мере на этом альбоме, это первая его запись, это чистый просто плач и крик. И о фриджазе. Вот фриджаз и фриджаз. Музыка Эйлера, она как бы формально относится к фриджазу, но это такой фриджаз, который очень понятен. Потому что фразы, которые играет Эйлер, они все вполне классические, вполне традиционные. Конечно, он улетает, он выходит из тональности, он играет тональные какие-то вещи, выходит из аккорда аккомпанирующей группы. Но, в принципе, вся его вот эта вот большая поэма в каждой песне, она состоит из таких... То есть он играет фразу такую общедоступную, легкую, потом из нее выходит, импровизирует, потом опять возвращается. И в целом получается такая вещь, что как бы это фриджаз, но он как-то вот и понятный. Но он вдохновлялся очень музыкой Джона Калтрейна с юности. Слушал его музыку и боготворил его. Потом случилось так, что Джон Калтрейн с ним познакомился и всячески его поддерживал уже во второй половине жизни Эйлера. А прожил он недолго, прожил он всего 34 года. В 1970 году умер, к сожалению, большому. Но Калтрейн его держал за своего, что называется, и всячески ему помогал по мере сил. То есть музыкант это очень серьезный, очень интересный и вот эта пластинка. У меня, к сожалению, одна пластинка всего Эйлера, первая вот эта. Я ее слушаю и не могу сказать, что часто, но она очень интересна. Здесь это запись, которую он сделал в Копенгагене для радио, для местного. И она состоит из стандартов, за исключением последней вещи сети «12,5 минут» – это пьеса Эйлера. А остальные все «Bye, Bye, Blackbird», «Биллис Бонс», пьеса Паркера «Summertime» Гершвина, естественно, куда же без нее. И он «Green Dolphin Street», тоже, в общем, все традиционные достаточно песни, будем говорить даже так, да. Но сыграно очень интересно, потому что группа, я начал с этого, группа шведских музыкантов очень хорошо играющая, очень качественная и слышащая Эйлера очень хорошо и реагирующая на его импровизацию. Но при этом они играют, поскольку это стандарты, они их отлично знают, и они играют очень, как бы так, в классической форме все это дело. Никаких авангардных изысков, ничего там такого нет. Очень качественно, круто, здорово сыграно, но вполне такой боб традиционный, который слушаешь, да, все понятно, все здорово, все хорошо. А сверху неистовствует Альберт Эйлер на своем саксофоне и рыдает, кричит, стонет, поет, в общем, по-всякому это дело. Но при этом он же играет стандарты, и мелодию он держит, классическую, основную тему он ведет, но из этой темы он кувыркается с ней как угодно и все время рыдает. Вот саксофон его плачет все время, потому что понимание того, что его не понимают, оно, конечно, Эйлера мучило всю его жизнь. Он-то искренне играл то, что у него в душе, то, что у него в сердце, то, что у него в пальцах. Калтрейн его понимал, да, и, в общем, достаточно много людей его понимали, но вот эти военные, которые разбегались в разные стороны, как тараканы, когда он начинал в армии играть, это, конечно, обидно. Да, и из клуба, когда его выгнали в Копенгагене тоже, ну как, и это не единичная, конечно, история, да и среди моих знакомых, в общем, есть люди, которые говорят, что ну фриджаз это вообще какие-то пустяки, да и только, мягко выражаясь. Нет, ну вот послушайте «Бай, бай, Блэкборд», например, первая пьеса «7,5 минут», классическая, все-все исполнено, все-все по теме, что называется, все. Но Эйлер улетает вверх и висит на этом верху, просто висит и не спустится ему в верхнем регистре, и кричит, и стонет, и дикие пассажи быстрые, но все время возвращается к основной мелодии. Правда, в конце уже немножко из мелодии уходит вместе с оркестром, вместе с бэндом, который честно играет «Бай, бай, Блэкборд» без дураков, но слышит, конечно, Эйлера и немножко его поддерживает. Если он совсем уже заходится куда-то, так сказать, в небесные дали, улетая, все-таки его группа поддерживает тоже в этих далях, чтобы не совсем уже прижаться к земле и оторваться от него. Ну, в конце немножко дает уже такой самостоятельной музыки. Биллис Бонс Паркера, она наиболее приближена к оригиналу здесь, если можно называть что-то у Паркера оригиналом, потому что музыка, в общем, импровизационная, бебоп. Тема основная ведется, но даже тембр, с которым здесь играет Эйлер, он не такой яростно стонущий, хриплый, кричащий, как в первой пьесе, а такой уже похож на саксофон. Уже какой-то, да, такой традиционный почти джаз. Зато сама Тайм Гершвина, она прекрасна. Она сначала может показаться неподготовленным человеку издевательством над известной пьесой, да, но потом понимаешь, что это настоящий, настоящий плач, настоящий плач в этой колыбельной страдания, горе, любовь и нежность. И все здесь, и с такой силой он играет, это сама Тайм. Вот мне никогда не нравилось, например, как сама Тайм поет Дженнис Джоплин. Это нежная, колыбельная, лирическая, как я уже сказал, грусть. И она все это делает, она, да, и шепчет, и кричит, но так это громко, так это такой прямой рок, такой как-то, ну, это не тут. А здесь совсем безумно, казалось бы, все, но сохраняется и нежность, и любовь, и сила, и страдания, и все здесь есть. Прекрасное исполнение, прекрасная версия, больше ничего не скажешь. Он Гриндолфин Стрит, просто полеты скоростные, и с минимумом фри, я бы сказал здесь, с минимумом. То есть настолько качественный бибоп, конечно, уже пропущенный через сознание Эйлера, но, тем не менее, все в традиции, в хорошей традиции, с минимумом, но фри, тем не менее. А сети Эйлеровская, это уже его творчество, это его импровизация вместе с группой, и группа уже уходит от традиции и играет так, как нужно играть пьесы Эйлера. То есть свободно реагируя на его остановки, на его подъемы, его падения, его паузы, все поддержано, все очень точно и очень здорово. My name is Albert Taylor, 1963 год, я пошел пить. Пока.